В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Вакцинация спасает жизни, как в Сарове проходит прививочная кампания. Мы за мир волонтеры города провели флешмоб в память о трагедии в Беслане. Диктант Победы Саров присоединился к международной исторической акции. Далее расскажем обо всем подробно. Дополнительные антиковидные меры вводить в Россию не требуется, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Важнее соблюдать действующие ограничения. Однако ситуация может измениться, если появится новый штамм COVID-19. Ученые постоянно мониторят коллективный иммунитет, но новые варианты COVID-19 все лучше обходят иммунитет, сформированный после перенесенного ранее заболевания. Последние шесть недель специалисты фиксировали рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. Наибольший в регионах за Уралом и на юге страны. Начинающаяся неделя, по словам Поповой, первая, когда темпы роста замедлились. Вместе с COVID-19 осенью набирают активность и другие сезонные заболевания – простуды, орви и грипп. И лучшей защитой от них по-прежнему остается своевременная вакцинация. В нашем городе стартовала прививочная кампания против гриппа. Какими вакцинами прививают детей и взрослых? Кому нужно делать прививку? Какие есть противопоказания? И совместима ли эта прививка с вакциной против коронавируса? Ответы на эти вопросы в следующем репортаже. Наступил благоприятный предэпидемический период. Рост заболеваемости вирусами гриппа и ОРВИ медики ожидают только к концу октября – начало декабря. Позаботиться о своем здоровье важно заранее. Лучше предупредить болезнь, чем потом бороться с ее осложнениями. Основный метод профилактики гриппа – вакцинация. В медучреждение поступило два вида вакцины – ультрекс-квадри для беременных и сови-грипп для пациентов старше 18 лет и лиц пожилого возраста. В первую очередь медики рекомендуют вакцинироваться людям с хроническими заболеваниями, а также тем, кто часто болеет в осенний период. На момент прививки человек должен быть здоров. Если у него обострение хронического недуга, вводить вакцину можно только в стадии ремиссии. Вакцина не даст стопроцентной защиты от вируса, однако она препятствует развитию осложнений гриппа. Иммунитет после вакцинации нестойкий, он формируется на один сезон, поэтому мы рекомендуем ежегодную вакцинацию. Заболеть от вакцины невозможно, но иммунитету нужно время, чтобы после иммунизации сформировался иммунитет. Как правило, он формируется в пик формирования иммунитета, приходится на 14-21 день после, собственно говоря, вакцинации. Побочных реакций вакцины, как правило, не бывает. В редких случаях после прививки могут появиться головная боль, мышечные боли, легкие катаральные явления. К противопоказаниям относят тяжелую реакцию на предыдущую вакцинацию. Температура выше 40 градусов, покраснение и отек в месте ввода вакцины больше 8 сантиметров, либо сильные аллергические реакции. К относительным противопоказаниям относятся недавно перенесенные вирусные заболевания. Вакцину мы вводим после нормализации температуры. Если человек переборел легкой формы ОРЗ, при нормализации температуры можно прийти и вакцинироваться. Также важно сделать прививку беременным женщинам. Вирус гриппа отрицательно влияет на течение беременности, способствует преждевременным родам, может вызывать пороки развития у плода. Вакцинация беременных разрешена, начиная со второго триместра беременности. Также в городе идет прививочная кампания против ковида. Обе прививки можно сделать в один день. В настоящее время вакцинацию против новой коронавирусной инфекции мы проводим вакциной Гам-Ковид-Вак, более известной как вакцина «Спутник Ви». Полноценной считается вакцинация однократная первой дозой. Она эквивалентна вакцинации всем известной вакцины «Спутник Лайт». Вакцины для детей привезут в Саров в ближайшее время. Записаться на вакцинацию можно на портале пациента на сайте skb50.ru и по телефону единой справочной службы 95511. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Штрафы за ложный вызов экстренных служб вырастут. Правительство России поддержало проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях. По словам разработчика проекта, в среднем около 4% звонков в экстренные службы ложные, а количество шутников, привлеченных за такие звонки, каждый год растет на 15%. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Такой предмет появится в российских школах в 2023 году. Изучать его будут в 5-9 классах. Дисциплина включает 6 модулей. Основы православной, исламской, буддийской, иудейской и мировых религиозных культур, а также основы светской этики. Она станет продолжением курса «Основы религиозных культур и светской этики». Проблем с продовольствием в Нижегородской области не будет. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов. По его словам, урожай по всем видам овощных культур ожидается выше, чем в прошлом году. И предрекаемая продуктовая катастрофа в нашей стране оказалась очередным фейком. Холодный и дождливый обещает стать в регионе наступающая неделя. Согласно долгосрочному прогнозу, начало недели будет пасмурным. Дожди и временами ливни ожидаются практически ежедневно. Температура воздуха днем будет держаться на уровне 9-11 градусов выше нуля. При этом в ночные часы столбики термометров не будут подниматься выше плюс 8, а средняя ночная температура составит плюс 4, плюс 6 градусов. Но ближе к выходным на фоне растущего атмосферного давления небо очистится, осадки прекратятся. Температура начнет расти, достигнув к началу следующей недели плюс 16, плюс 17 градусов. Саровский спортсмен Максим Кистанов из бегового клуба «Саровран» занял третье место на Чебоксарском полумарафоне. Трасса забега проходила вдоль акватории Чебоксарского залива и московской набережной реки Волги. Максим пробежал полумарафонскую дистанцию 21 километр 100 метров за 1 час 14 минуты 12 секунд. Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата связана с трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. В рамках акции «Мы за мир» волонтеры города провели флешмоб эстафета солидарности. Подробности далее. Трагедия, которая не должна повториться. Утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки в честь Дня знаний в городе Беслане Северной Осетии террористы захватили более тысячи заложников. Почти три дня детей, родителей и учителей удерживали в здании школы номер один. В этих стенах погибло 334 человека, в том числе 186 детей. Теракт в Беслане стал одной из самых трагических страниц современной российской истории. Он искалечил тысячи судеб. В память о жертвах Беслана в стране учредили День солидарности в борьбе с терроризмом. Мы ежегодно собираемся с другими волонтерскими объединениями, чтобы показать остроту данной проблемы, проблемы терроризма и экстремизма в нашей стране. В рамках акции «Мы за мир», посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом, волонтеры города провели флешмоб «Эстафета солидарности». Десятки свечей зажглись у лестницы «Миру мир». Их огонь – это скорбь и боль о погибших, солидарность с жертвами трагедии, протест против террора и надежда на то, что люди мира смогут не допустить повторения тех чудовищных событий. Я на этой акции уже не в первый раз. Я поддерживаю эту акцию, потому что считаю, что эту дату помнить нужно, потому что такое не должно свершиться. И хочется поддерживать вот такие антитеррористические акции. Памятные мероприятия в этот день проходили и в образовательных учреждениях Сарова. Каждая организация сама выбирает формат. Главный лейтмотив – бесланская трагедия не должна повториться нигде и никогда. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Наш город присоединился ко всероссийской акции «Диктант Победы». Диктант включает в себя 25 вопросов по истории Второй мировой войны и проводится в формате тестирования. Для саровчан в этом году работали 8 муниципальных площадок на базе школ. Также написать «Диктант Победы» можно было и в Сарфатеи. «Знать, чтобы помнить». Под таким девизом проходит ежегодная международная историческая акция «Диктант Победы», которая объединяет жителей не только России, но и зарубежья. В рамках диктанта все желающие могут проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Цель такой акции – сохранить память о ключевом событии страны, а также привлечь внимание к изучению истории России. «Диктант Победы» прошел на тысячах площадок в России и на территории Донбасса. Также в акции приняли участие 42 страны мира. Сегодня есть возможность у нашего молодого поколения, но и не только у молодого поколения, а вообще у всех желающих проверить свои знания на фактах о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне. Это замечательная практика. Я считаю, что мы должны помнить о том, что наша страна практически спасла мир и его поддерживают до сих пор. И знать об этом нужно и молодому поколению, и старшему тоже не забывать. В Сарове открыли 9 площадок для «Диктанта Победы». Одну из них расположили на базе Саровского физико-технического института. В акции приняли участие порядка 160 студентов. Ребята ответили на 25 вопросов диктанта в форме тестирования. На работу организаторы дали 45 минут. Я готовилась на протяжении нескольких лет. Спасибо моему учителю истории, третьего лица Светлане Александровне Куканковой. Благодаря ней мы писали такие диктанты каждый год. На самом деле я знаю, что там достаточно сложные задания, но очень интересные. Не надо это забывать, как наши прадеды воевали за то, чтобы мы жили под мирным небом. Готовилась как-нибудь к этому диктанту. В принципе, со школы я помню историю, нам рассказывали, и думаю, что напишу очень хорошо. Узнать свои результаты можно в личном кабинете на сайте диктантпобеды.рф. Федеральные победители диктанта получат памятные дипломы и призы, а также приглашение на Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве. А абитуриенты, набравшие по итогам диктанта максимальное количество баллов, получат возможность начисления дополнительных баллов при выступлении в ВУЗ. Коллаборации разных жанров, яркие смелые эксперименты, свой взгляд на современную музыку. В Сарове набирает популярность проект «Вэлхала». В нем команда талантливых ребят пишет музыку, снимает клипы и покоряет аудиторию социальных сетей. В «Святая святых Вэлхалы» студии звукозаписи побывала и наша съемочная группа. Студия для Вячеслава Рязанцева уже давно стала вторым домом. Здесь он может проводить сутки напролет. Целиком погруженный в творческий процесс, музыкант совершенно теряет счет времени. За его плечами долгий и тернистый путь. Талантливыми не рождаются, ими становятся, считает Вячеслав. Музыкой он увлекся в 13 лет, начинал с игры на гитаре. Себя называют самоучкой, поскольку ему лишь показали несколько аккордов, а дальше чарующий мир музыки он постигал сам. Пробовал себя в разных жанрах – рок, рэп, хип-хоп. У нас еще своей студии не было, и у одноклассника был микрофон. И мне стало интересно попробовать. Мы принесли, подключили в домашний ПК, все было просто, никаких наворотов, ничего. Записывались в квартире, в соседней комнате мама, все нормально. И я, когда себя уже услышал, когда мы это все подсобрали, я понял, что это интересно. Постепенно Вячеслав собирал возле себя людей ярких, творческих, идейных. Так появилась команда проекта «Велхала», который сейчас только набирает популярность. «Велхала» – саровский музыкальный проект, который, скорее всего, оценят меломаны. Здесь можно найти треки разных жанров. Среди них есть и танцевальные. Особое место в творчестве команды занимают глубокие философские композиции. Сложно в двух словах описать их. Тут каждый увидит что-то свое, пояснил Вячеслав. Там, где я жив, кто-то кончится век, а сам по себе отдалит человек. Музыканты, дизайнеры, сценаристы, операторы, монтажеры. Каждый член команды вносит в создание клипов свой вклад. Съемки проходят как в городе, так и за его пределами. Порой саровчане даже не узнают в кадре родные места. Клипы помогают погрузиться в атмосферу трека, передать стиль музыканта. Любой клип начинается со сценария, а дальше творческий процесс неостановим. Процесс создания клипа иногда это скрупулезный долгий процесс, а иногда это как огонь, когда от кого-то из команды исходит идея, а дальше уже предается она мозговому штурму. И начинает она как-то развиваться, появляется какой-то скелет, отбрасываются какие-то идеи, из которых уже рождается какой-то готовый сценарий. После чего приступаем к съемкам. Они живут музыкой, которую делают. Это выражение как нельзя лучше характеризует команду проекта Валхала. Для них музыка не просто хобби или увлечение. Здесь музыка скорее стиль жизни. Познакомиться с творчеством команды можно на странице проекта ВКонтакте. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!